привет народ вот сегодня первый один из первых замечательных летних деньков таких солнечных это после серии непрекращающихся дождей ну просто заливала и подождав буквально несколько дней чтобы немножко просохла я смог выбраться в леса в полях дабы сделать данный обзор на который кстати меня сподвигли именно эти непрекращающиеся дожди но обо всем по порядку так мы находимся в лесу за моей спиной течет горный ручеек который даже на данный момент после окончания дождей еще никак не успокоится и вода в нем довольно таки мутная а что он представлял из себя в период весенних поводков да и летних вот этих дождей не прекращающихся он был похож на маленький горный нил грязный мутный нил и пить из такого горного ручья воду довольно таки проблематично не все сорбирующие фильтры справятся с такой грязной мутной водой поэтому тот фильтр о котором я рассказывал в предыдущих своих видео аквафоровский фильтр через который надо было прокачивать воду он бы засорился буквально в течение первого литра а что потом с ним делать да потом его просто надо было бы просто выбросить поэтому я поискал в интернете и нашел тот фильтр который справится не только с такой водой но и в принципе с болотной водой с грязной водой из лужи он вытащит воду практически отовсюду это фильтр на основе трековой мембраны трековая мембрана полимерная пленка из лавсана пронизана микроскопическими порами которые тысячи раз тоньше человеческого волоса через такое сито отсеиваются не только болезнетворные бактерии но и молекулы загрязняющих веществ питьевую воду можно брать даже из лужи или реки это мембрана но не путайте ее с мембраной для обратного осмоса там еще более тонкие отверстия и вода из-под такой мембраны получается просто таки дистиллированной итак фильтр нерокс первоначально он поставляется вот такой коробочке картонная коробочка на которой описаны все его достоинства вот здесь есть что он от чего и насколько качественно чистит основной основные параметры то есть то что он до 15 литров чистейшей воды в сутки дает и может погнать через себя до двух с половиной кубов воды ну и принцип его действия то что его надо набрать эту грязную воду в емкость какую-то которую поднять немножко выше и опустить туда фильтр приемную емкость опустить ниже данной емкости но об этом во всем по порядку первоначально давайте рассмотрим сам фильтр фильтр его я уже испытал испробовал проверил жив здоров пил воду откуда угодно вот картридж где нанесена такая трековая мембрана натянута через которую поступает вода и выходит вот через выходные отверстия на которые одевается трубочка вот трубочка давайте попробуем набрать воду кстати фильтры поставляются вот как я уже говорил в коробке вот такой картонной но за отдельную плату можно взять полевую сумочку так как фильтр неракс 01 он является именно фильтром для туристов ибо у него довольно таки небольшая площадь картриджи один на один соединены поэтому объем небольшой вес тоже незначительный я дам здесь параметры все эти но его можно переносить вот еще в такой сумке которая за отдельную плату приобретается тоже там же у производителя ну или в магазинах где вы найдете его в эту сумку можно вложить вот такие ведра полиэтиленовые которые при наборе воды расширяют дно могут куда-то устанавливаться так с набранной водой для грязной воды или для чистой воды вот его также можно подвесить но если вы всего этого не купили не смогли достать не отчаивайтесь я испытал способ и как бы ничуть не хуже берете обычный полиэтиленовый пакет новый более-менее плотный с ручками такими набираете воду и точно также все фильтруете вперед фильтровать так после дождей довольно мутная вода стекает сбор вот мы наберем водички чтобы было видно вот покажу так заглянем так набрав воды просто берем и подвешиваем этот кулечек чуть чуть повыше берем наш фильтр и погружаем его в грязную воду у нас есть просто шланга делаем небольшой подсосик чтобы запустить мембрану первые 50 или 100 литров вода будет пробегать вот такой тоненькой струйкой не пугайтесь все нормально это как объясняет производитель физико-химический процесс мембраны которая должна вот запуститься то есть первые литры она как бы быстрее пропускает на качество воды это никак не влияет что при первых вот таких вот струйках воды вода чистейшая что потом когда фильтр перейдет в капельный режим и будет покапельно выдавать воду вода всегда кристально чистая и соответствует всем тем великим нормам которые предъявляются к качественной питьевой воде так вот я переместился сюда на столик дабы удобнее было показывать и отфильтровав уже ну грубо говоря пару-тройку литров мы останавливаем процесс простым пережиманием трубочки ну или поднимаем ее туда наверх и хочу показать вам разницу между тем что было и то что есть для этого специально взял два таких прозрачных стакана давайте для начала я наберу воду из той емкости откуда фильтровал вот грязная с мусором с клавом а во второй стакан я наберу то что у нас получилось после фильтрования ну я думаю разница на лицо идеально прозрачная чистая а это мутная грязная то есть я не думаю что какой-то из фильтров еще справиться с такой водой не во вред самому себе и не во вред вашему здоровью многие из вас спросят неужели такую воду можно пить не кипяченую то есть сырую я отвечу вам да можно и не только можно но и нужно пить воду вкусно и полезно полезно потому что проходя через мембранный фильтр из трековой мембраны вода не просто очищается вода еще и структурируется есть какие-то там научно исследовательские разработки опыты проведенные этими заводами то вода именно приобретает форму снежинки там структурируется однозначно многие называют такую воду живой водой поэтому данная вода не только вкусно но и полезно заканчивает фильтроваться тот самый пакет из которого мы набирали нашу воду я не знаю литров 5 наверное точно отфильтровалось давайте посмотрим что из себя представляет на данный момент мембрана насколько она загрязнилась достаем фильтр и открываем защитную крышечку и вуаля как вы думаете что бы было с вашим фильтром через который прокачивают воду давайте я покажу вам это поближе ну и так вот это вот после 5 литров вот той грязной воды которая сейчас течет в ручьях вот видно даже что можно не то что писать можно собирать эту грязь вот красота только h2o пройдет никакой грязи никаких бактерий пейте только чистую воду надеюсь данное коротенькое видео поможет вам определиться с настоящим походным фильтром и в следующем видео я более подробно покажу как обслуживается данный фильтр ну и вообще как обслуживаются фильтры на трековой мембране и расскажу почему же именно я перестал пользоваться фильтром который представляет из себя колбы в которых содержатся сорбационные материалы и фильтрующие материалы такие как вот я рассказывал в прошлом году я их теперь просто не использую а также познакомлю вас в следующем видео с остальными моделями которые я приобрел для командировок для дома для дачи то есть очень много вариантов это все в следующем видео не забывайте ставить лайки дизлайки ну и подписываться на канал кто еще не подписан до новых видео пока пока